Привет-привет! Вы на канале Зеленый Огород, с вами Елена. Сегодня я хочу вам показать картошку. Мы ее выращиваем не очень много, но все-таки выращиваем. И вы знаете, как у всех, у нас всегда происходит борьба с колорадским жуком. И начинаем мы эту борьбу очень рано. Как только из земли появляются первые зеленые росточки, я всегда провожу первую обработку. И ее хватает дней на 15. Через 15 дней я снова обрабатываю. В зависимости от того, есть жуки или нет жуков, все равно обрабатываю. И хочу сказать, что особенно, когда у нас картошка начинает зацветать, вот в эту пору, ее очень обожают эти жуки. Их становится еще больше. Могу честно признаться, что на моем участке в этом году, и вообще в прошлые года, нет колорадского жука. Я научилась с ним бороться. Этот метод очень действенный, и я хочу сегодня просто с вами поделиться. Вот тогда, когда начинает зацветать картошка, это нам говорит о том, что наша картошка нарастила прекрасную зеленую массу. Посмотрите, какие хорошие растения. И также эти растения уже нарастили прекрасные корни. И теперь картошка все свои питательные вещества будет отдавать на хранение. И будет их хранить в виде клубней, которую мы потом с вами и кушаем. Это картошка. И вот в это время нельзя картошку обрабатывать от вредителей абсолютно никакими химикатами. Так как все, что мы теперь химическое, жесткую химию будем употреблять для опрыскивания картошки, это все потом уйдет в наши молодые картофелинки. Также мы можем с вами жесткой химией сжечь листья, сжечь сами цветочки. И картошка вместо того, чтобы отдавать все свое питание клубням, она снова начнет наращивать зеленые листья, начнет наращивать цветы. И это просто отодвинет срок ее созревания. И в итоге мы получим гораздо меньше урожая, да еще и позже. А также я никогда не опрыскиваю химией в это время картошку, потому что вот только картошечка вся зацветет, вот только-только ведь первые цветочки. Вы сами прекрасно знаете, как много появляется хороших насекомых, которые ее опыляют. И ни в коем случае их, конечно, нельзя уничтожать, они просто погибнут. Поэтому я уже нашла для себя такой метод. Я обрабатываю только дегтем. Есть, конечно, и биологические препараты, которые я тоже раньше использовала. И они очень действенные, и они безвредные. Это такие, как фитоверм, также хорошее средство битоксибацелин. Это вообще средство, которое опрыскаете, и в течение 24 часов большая часть и жуков, и личинок погибают. Но что-то все равно остается. Также неплохое средство окарин, которым тоже можно побрызгать по листьям. Это все биологические, то есть безвредные средства. Окарином можно побрызгать по листьям. В течение 4 часов у нас их листики, эти жуки, кушают. И буквально в течение суток тоже большая часть их погибает. Но деготь, мне кажется, все-таки помогает лучше всего. И как я его сегодня использую, и как развожу, я хочу вам показать. Первое, что я делаю, я обязательно подготавливаю тару. Я обычно беру 2-х литровую бутылочку и к ней готовлю 2 крышки. Одна обычная крышечка, а в другой я сделала небольшие отверстия. Потом из этой бутылки я буду обрызгивать свои растения. Я никогда не использую опрыскивающие аппараты, потому что деготь очень жирный. И нам потом просто его не вымыть, мы его испортим. Первым делом я беру дегтярное мыло и наливаю ровно 25 миллилитров на 2 литра воды. Дегтярное мыло не только прекрасно борется с вредителями, но также уберегает от многих заболеваний. В том числе от такого заболевания, который подвергается картофель, это фитофтороз. И сюда же я добавляю 25 миллилитров березового дегтя. Как я уже говорила, он очень маслянистый. Видите, как он льется, прям как нефть. И имеет характерный запах, пускай вас это не пугает. Он быстро выветрится. Я не могу сказать, что он прямо долго-долго будет вас мучить своим запахом. И теперь я беру крышечку, которая без отверстий. И нужно очень... Видите, какой он маслянистый? Видите, и теперь нам нужно это очень хорошо взбить, чтобы была однородная масса. И вот так долго-долго я буду взбивать. Так, сейчас чуть постоит и посмотрим, если взбилось хорошо. Тогда можно будет довести до 2 литров. Мыло мы используем не только как защиту, но и как прилипатель. И доводим ровно до 2 литров. Пена сейчас от мыла чуть-чуть упадет. Все, наше средство по борьбе с коворадским жуком готово. И еще раз взбиваем. Взбиваем интенсивно. После этого я меняю крышечки и делаю ту крышку, которая у меня уже с дырочками. И сейчас пойдем обрабатывать картофель. Периодически, конечно, надо еще взбалтывать. И вот так вот. Вот так я делаю по всему кустику. Точно так же я обрызгиваю вокруг каждого куста по земле. И вот так. Это очень хорошее средство. И, как я уже сказала, в этом году я еще ни одного полосатого вредителя на своем участке с картошкой не видела. И вот так сначала с одной стороны рядочек обхожу. И с нижней стороны листьев, и сверху, и по земле. И точно так же. Потом с другой стороны сделаю. И когда я все обрызгала, свой рядочек, я обязательно использую обычную древесную золу. Она прекрасно тоже помогает в борьбе с вредителем. Кстати, из золы можно делать также вытяжку. Можно взять полкилограмма древесной золы, залить двумя литрами крутого кипятка и настаивать сутки. После этого довести до 10 литров воды, процедить. Я иногда даже не процеживаю. И просто вот так по кусту поливать. Я же делаю. Вот беру просто золу и вокруг каждого кустика по земле вот так вот очень обильно присыпаю золой. Точно так же и сверху. Колорадский жук не любит, абсолютно не выносит золы и зольные настои. Все. И я думаю, что пока будет свисти картофель, мы картошку уберегли от такого злостного вредителя, как колорадский жук. Вы прекрасно знаете, если чуть-чуть за ним не уследить, мы можем выйти, и он за ночь бывает объедает весь куст. Кроме того, что он ест, он еще откладывает много этих красных личинок, которые тоже очень хорошо пожирают листья. Поэтому вот в этот период, когда вот только-только начинается цветение, еще такого активного цветения нет, я вам просто советую. Используйте золу, используйте деготь, и вы убережете ваш картофель. Также я скоро вам покажу, как я обрабатываю свой картофель от фитофтороза, а также подкармливаю по листу. Ну что ж, а теперь хороших вам урожаев, чтобы полосатые вредители ушли с вашего огорода. На этом все. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал. Пока-пока!